Выездная администрация уже традиционная форма работы муниципальной власти. Она помогает оперативно решать вопросы отдаленных населенных пунктов и способствует развитию территорий. Жители Раменского округа уже оценили удобство и оперативность такой формы работы. Приемы в рамках выездной администрации проходят практически рядом с домом и не требуют предварительной записи. Очередной прием жителей в рамках выездной администрации прошел в КДЦ «Гжельский» в селе Речицы. Обращения были разные. Жители сообщали о проблемах, а также благодарили за проделанную работу. Здесь присутствует глава городского округа Виктор Валентинович Неволин. И у жителей есть возможность обратиться к главе напрямую с вопросами. На территории КДЦ «Гжели», как и на всех территориях Раменского городского округа, людям что нужно – свет и дороги. Поэтому понятно, что по дорогам вопросов много, так как наше ТУ расположено так, что очень большое количество дорог – более 120 километров. Поэтому это основное, с чем сегодня приходили жители. Не один год мы поднимаем вопрос по думы Тяговой подстанции. Это единственный дом, он когда-то принадлежал железной дороге. И вот сегодня пришла такая делегация, потому что там у них нет канализации, нет правильного достаточного водоснабжения, электричества. Виктор Валентинович обещал помочь. Я понимаю, что эта проблема не решится сразу, но хотя бы мы ее сдвинем с мертвой точки. Группа активных жителей деревни Коняшина во главе со старостой деревни Маргариты Ивановной поблагодарила за открытие детской площадки по губернаторской программе, а также попросила построить подъездные дороги к детской площадке и Коняшинскому кладбищу. В принципе, когда мы готовились к администрации, не столько много вопросов по территории, но есть те темы, которые уже наболели. И жители наши сегодня эти вопросы осветили. Кроме дорог, обращения жителей касались электроснабжения, ремонта ДК-строитель, ремонта ФАПа в поселке Гжельского кирпичного завода. Пообещали нам посодействовать, отремонтировать. Запустить настоящую работу ФАПа, чтобы жильцы наши себя чувствовали все время в добром здравии. Еще вопрос подняли о ДК-строитель. Там тоже нужен ремонт большой. Нам не отказали, но будут изыскивать средства и помогут. Каждый житель был услышан.